Добрый день, ребята! Тема нашего урока – западно-белорусская и восточно-белорусская провинции. Напоминаю вам о том, что комплексная физико-географическая характеристика территории дается по следующему плану. Сначала определяется географическое положение, затем характеризуется геологическое строение, полезные ископаемые, рельеф, климат, гидрография, почвенный покров, растительный и животный мир. Ребята, во время видеоурока при выполнении заданий по картам атласа, а также при ответах на вопросы, необходимо поставить видео на паузу, а после их выполнения продолжить просмотр видео. А изучать учебный материал мы начнем с рассмотрения географического положения провинции. Для изучения учебного материала вам необходима карта физико-географическая районирование на странице 24 атласа география Беларуси. Площадь западно-белорусской провинции 46,6 тысяч квадратных километров. Восточно-белорусской провинции 22,8 тысяч квадратных километров. Восточно-белорусская провинция самая маленькая по площади. Западно-белорусская провинция простирается в широтном направлении от западной границы Беларуси с Польшей и Литвой на северо-восток к белорусскому Паазерью, а ее южная граница совпадает с границей белорусской гряды. Восточно-белорусская провинция вытянута в меридиональном направлении и простирается на востоке вдоль границы с Россией. Западно-белорусская и восточно-белорусская провинции граничит на юге с предполезской, а на севере с белорусской поазерской провинции. Ребята, проанализируйте политико- административную карту и определите, какие области занимают западно-белорусская и восточно-белорусская провинции. Западно-белорусская провинция делится на три округа и 14 районов. Восточно-белорусская на один округ и четыре района. Ребята, используя карту, назовите округа и районы, на которые делятся провинции. Геологическое строение, полезные ископаемые, рельеф. Для изучения учебного материала вам необходимы следующие карты. Физическая карта полезная ископаемая на страницах 6-7. Физико-географическое районирование на странице 24. Тематические карты на страницах с 8 по 11, атласа-география Беларуси. Для западно-белорусской провинции характерно самое простое тектоническое строение, так как она почти целиком расположена в пределах белорусской антиклизы, с глубиной залегания фундамента 250-500 метров. Северная и центральная части восточно-белорусской провинции приурочены Коршанской впадине, южная часть к Воронежской антиклизе. Глубина залегания фундамента соответственно уменьшается от 1000-1500 до 750 метров. Покажите перечисленные тектонические структуры на карте. В платформенном чехле провинции представлены отложения разных геологических периодов. Среди четвертичных отложений характерны маренные, реже водно-ледниковые отложения сожского возраста. В пределах восточно-белорусской провинции распространены лесовидные суглинки. Обе провинции обеспечены строительными полезными ископаемыми, песками, песчаногравийными смесями, кирпичными глинами. К меловым отложениям провинции приурочены крупнейшие в стране месторождения мела и мергеля, а к породам фундамента западно-белорусской провинции приурочены железные руды. Много месторождений торфа. Ребята, назовите крупные месторождения перечисленных полезных ископаемых и покажите их на карте. Рельеф провинции образован отложениями конечных морен и донных морен сожской стадии припятского оледенения. Конечно-моренные гряды в западно-белорусской провинции переработаны эрозионными процессами. В восточно-белорусской провинции типичные формы рельефа, овраги, балки, суфазионные западины обусловлены наличием лёсов. Для западно-белорусской провинции характерно чередование возвышенностей моренных и водно-ледниковых равнин. Только здесь максимальное относительное превышение рельефа достигают 100 метров. Встречаются участки с абсолютными высотами более 300 метров. В пределах провинции расположены самая высокая и самая низкая точки Беларуси. Назовите их. Речные долины хорошо выработаны и включают пойму и террасы. Ребята, поставьте видео на паузу и выполните задание. Используя физическую карту, определите, какой цифре соответствуют перечисленные возвышенности, равнины и низменность. После выполнения задания продолжите просмотр видео и проверьте правильность выполнения задания. Итак, под цифрами 1, 2, 3, 4, 5 обозначены Минская, Новогрудская, Волковысская, Гродненская и Ашмянская возвышенности. Под цифрами 6 и 7 Лицкая и Оршанско-Могилевская равнины. Под цифрой 8 Неманская низменность. Особенности климата и гидрографии. Для изучения учебного материала вам необходима физическая карта на страницах 6-7, карта физико-географическое районирование на странице 24 и тематические карты на страницах с 12 по 18 атласа «География Беларуси». Климат провинции теплый, умеренно влажный. На климат западно-белорусской провинции большое влияние оказывает Атлантический океан. Зимой температуры понижаются с запада на восток от минус 4 до минус 6,5 градусов Цельсия. Летние температуры почти не отличаются. В июле они постепенно увеличиваются с севера на юг от плюс 17 до плюс 18 градусов Цельсия. Продолжительность вегетационного периода 190-205 дней. На большей части западно-белорусской провинции выпадает 650-700 мм осадков, а на новогрудской возвышенности их количество превышает 750 мм. Это самое увлажненное место на территории Беларуси. Для восточно-белорусской провинции характерна максимальная в стране континентальность. Зимой температуры понижаются с запада на восток от минус 6,5 до минус 7,2 градусов Цельсия. По суровости зимы восточно-белорусская провинция практически не отличается от поозерской. Июльские температуры увеличиваются с севера на юг от плюс 17 до плюс 18,5 градусов Цельсия. Продолжительность вегетационного периода составляет 185-195 дней. Количество осадков 600-650 мм. Ребята, по карте определите, каким агроклиматическим областям относятся провинции. Западно-белорусская провинция в основном относится к бассейну Немана. На севере провинции протекает река Вилия, а на востоке берет свое начало река Березина. Отличительная черта провинции – наличие водораздела между реками Балтийского и Черного морей. Восточно-белорусскую провинцию в меридиональном направлении пересекают реки Днепр и Сож. У Немана преобладает грунтовый тип питания, поэтому подъем уровня воды во время половодия относительно небольшой. У рек Восточно-белорусской провинции преобладает снеговой тип питания. Во время весеннего половодия уровень воды в реках может подниматься на 7-8 метров. Озер в провинциях мало, поэтому гидрографическая сеть дополняется водохранилищами. Тут размещено крупнейшее водохранилище страны – Вилейское. Каналом Вилейско-Минской водной системы оно связано с Заславским. Покажите эти водохранилища на карте. Ребята, какие водные каналы расположены в западно-белорусской провинции? Почвенный покров – растительность. Для изучения учебного материала вам необходима карта «Физико-географическое районирование» на странице 24, а также тематические карты на страницах 19, 20, 21 «Атласа. География Беларуси». Типичные для Беларуси дерново-подзолистые и дерново-подзолистые заболоченные почвы в провинциях занимают суммарно почти 80% территории. Наличие лесовидных суглинков на Востоке обусловило широкое распространение дерново-палево-подзолистых почв. Чаще, чем в других провинциях, встречаются дерново-карбонатные бурые лесные почвы. Лесами из-за высокой освоенности провинций занят только 30-35% их территории, а на Копольской гряде лесистость менее 20%. Это минимальный показатель в стране. Структура лесов имеет отличительные черты. В западно-белорусской провинции наиболее распространены сосновые леса. В восточно-белорусской провинции доля сосновых лесов самая низкая, зато доля широколиственных еловых самая высокая. Среди мелколиственных лесов много осиновых. Повсеместно встречаются дубравы. Около 15% территории занято преимущественно суходольными лугами. В поймах Немана, Днепра и Сожа распространены пойменные луга. Болото более характерны для западно-белорусской провинции, где занимают около 6% в ее площади. А в восточно-белорусской провинции их доля в два раза меньше. Животный мир и природоохранные территории. Для изучения учебного материала вам необходима карта физико-географическое районирование на странице 24, а также тематические карты на страницах 22-25 атласа «География Беларуси». Ребята, поставьте видео на паузу и выполните задание. На фотографиях показаны представители фауны, которые обитают на территории провинции. Назовите их. После выполнения задания продолжите просмотр видео и во время объяснения учебного материала проверьте правильность его выполнения. Итак, в Пущах и Березинском заповеднике распространены лось, косуля, лисица, встречаются редкие виды, занесенные в Красную книгу, бурый медведь, барсук и рысь. Созданы новые популяции зубров. Расширился ареал распространения бобров. Из рыб встречаются такие редкие виды, как ручьевая форель, европейский хариус, усач и другие виды. Разнообразие природных условий западно-белорусской провинции обусловило большое количество природоохранных объектов, суммарной площадью около 200 тысяч гектар. Здесь находится Березинский биосферный заповедник. Много ландшафтных и биологических заказников, среди которых выделяется на Лебокске. Ребята, проанализируйте карту и приведите примеры заказников, которые расположены в западно-белорусской провинции. В западно-белорусской провинции расположено около половины всех памятников природы Беларуси. Восточно-белорусская провинция – это единственная провинция, в которой отсутствуют заповедники, национальные парки и заказники республиканского значения. В провинции из особо охраняемых природных территорий республиканского значения только 20 памятников природы. Давайте обобщим изученный материал. Восточно-белорусская провинция – самая маленькая. В западно-белорусской провинции наиболее широко распространены возвышенности, а в восточно-белорусской формы рельефа связаны с лесовидными отложениями. В почвенном покрове провинции – самая высокая доля дерново-подзолистых почв. Спасибо за внимание!